Так, я в прямом, если честно. Да, 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 да. На пять сек. Возле тебя сяду, Наташа, на твою можно? Так, ребят, ну что? А это вот вторая. Но здесь же не умерла. Нет, там не умерла. Ну тащи дальше. Ой, как хорошо тут, боже мой. Боже, боже. Наташенькину тут ядовство. Так, Наталья говорит, хочу расслабиться. Не хочу это. Вот это вот все. Так, Наташ, какое у тебя тут место? Лакшери прям. Журнальчики со всех сторон. Смотрите, Наташ тут как. Если хочешь, давай себя на всех раздавай. Если ты не мужчина, как вам моя укладочка? Так, иди в школу поучись. Приветики. Такие все комплементарные у меня. Главное, все такие грамотные и умные. Не дари ты, мадри. Вообще добрый вечер. Так, апартаменты, что там? Отель, среда. Нет. Слушай, а спа-отели они идут за городом, да? Нет. Там есть, есть в отеле, вон, потому что, думаю, что в районе. Это совсем просто. Здрасте, рада вас видеть. Привет вам из Нью-Йорка. О, Нью-Йорк, как у вас там дела? Не хотите подключиться ко мне, рассказать, что у вас там в Нью-Йорке происходит? Я вас бы подключила. Потому что нас всех очень интересует, что у вас происходит в Нью-Йорке. Мне, например, очень интересно. Если у вас есть возможность выйти в эфир, буду вам признательна. Нам нужны две спальные. Так, не желаете ли вы ко мне зайти в эфир из Нью-Йорка? Хочу вас спросить, как у вас там дела. Так, привет всем, друзья мои. Короче, как вам моя укладочка? Мне кажется, сегодня получилось хорошо. Неплохо, неплохо. Что хочу сказать? Не знаю, почему у меня в прямых эфирах получаются такие губы. Мне кажется, у меня в жизни они не такие. Как будто накачаны реально, по факту нет. Татьяна, куда поедете отдыхать? Раскройте карты, укладка супер. Спасибо. А вот вы поотвечайте в моих сториз. Почему Спилберг так и не стала ведущих? Откуда я знаю? Я ведущих не выбираю. Я креативный продюсер шоу-барзина против Бузова. Я же не генеральный продюсер продакшен. На этом вам нужно... Да блин, не ко мне, а не у меня спросить. Так. Господи, я сейчас заблокирую, кто мне тут пишет. Покажу, как ласкаю свой. Извините, это не ко мне. Это вам другой эфир. Добрый вечер вообще. Это не ко мне вообще. Уходите из моего эфира. Извращенцы уже подъехали в эфир. Ага, вот я и говорю. А потом некоторые группы возьмут, вырежут это из моего эфира. И ставят, и всякие глупости будут писать. Так, ну-ка, клич, Танечка, пусти питерский. Питерский клич пускаю. Где у вас хорошо, там, в каких отелях. Почему до сих пор на работе? Потому что мы ищем гостиницу, отдых. На выходные. Поэтому на работе. Не люди, конечно, вообще огонь. Просто. Я в шоке вообще. Какие-то подгребли, понимаете? Подгребли. Неадеквейшн, хэппи-нейшн. Собираемся, конечно, естественно. Я вот не понимаю, почему у меня такие губы в этих, вот, в эфире. У меня в жизни нормальные губы. Тут как будто у меня губа вздернута. Так, ладно, ребят. Короче. Колхоз не нужен. Ну вот вы слышите практически, куда мы едем. Потому что Наташа говорит об апартаментах у Эрмитажа. Так. Ребят, подождите секунду. Я тут телефончик свой второй возьму. Бузова с Питера. Спросите, она там наверняка знает хорошие отели. Слушайте, ну я просто как бы, что ж я буду. Я Олю спрошу, когда она приедет. Фильтры уберите, и губы нормально будут. Смотрите, я сейчас уберу фильтры. Вообще. Просто красивый фильтр. Хочется же быть красивой. Вот. Все равно, видите, вот я без фильтров. Вот я вам без фильтра вообще. Вот. Чуть-чуть. Мне кажется, это не от фильтра. Это просто из-за того, что я сделала этот. Как его? Диспорт, фулл фейс. Мне кажется, у меня чуть-чуть губа поднялась. Как, в принципе, она и говорила. Поэтому всем кажется, что губы наколола. А губы вообще не колола. Так. Подожди, ты очень быстро. Вижу, сделала. Фронтальная камера, значит, виновата. Это Москва, мать. Москва выстроена. Ну, может быть, да. Нет, я чувствую чуть-чуть. Пусть у меня она так. И-и-и-и-и-и. Вот. Ну, не надо нам делать не роскошных. Нам просто лучше. Посмотри. Все, погнали. Погнали. Скоро-браски. Проверите. Так, ребята, задавайте вопросики. Я готова ответить вам на вопросы. Так. Как у вас там делишки? Че новенького? Ой-ой-ой. У меня тут этот сел. Так. Подожди. Это мы смотрели. Где там? Готова ответить на вопросы, на ваши. Ну что? Так. Погнали. Вот гран-де-тель Европы. Гран-де-тель Европы. Да. Цена из мини. Уже она мне нравится. Да. Одиннадцать возраст. Тринадцать. Тринадцать. Обязательно в Питере сходить в Эрмитаж. Были там? Конечно, была. И не раз. В Питере я была. И, в общем, сходим. Конечно. Валера и Саня помирились. Думаю, да. Притча у вас сегодня огонь. Притча у меня сегодня огонь. Хорошо уложили меня просто. Как успехи от марафона, Ирина Александровна? Было минус 5 килограммов, еще не взвешивалась. Честно говорю, три раза срывалась, поджирала ночью. Говорю честно, как есть, и шоколадку, и бутербродик, и что-то еще, не помню, что. Все. Минус 5 было, так оно и стоит, еще не взвешивалась. Может быть, сегодня, если взвешусь, будет больше. Но хорошие очень результаты. Всем вам советую в ее марафон. Не потому, что там реклама или еще что-то. Правда, очень хорошее. Левке уже нервов нет, все уже. Короче, Танечка, вы такая умная, красавица и так далее. С вашим интеллектом можно... Как с вашим интеллектом можно поддерживать Ебарова? А когда... А где я, вы видели, чтобы я где-то что-то говорила про Илью? Ну, то, что он хороший участник и герой, я как бы... А что я должна говорить? Хороший. Хороший парень. Так, ладно, Таня с Даней покинули проект. Да нет. Кстати, говорит, в Питере дожди, берите дождевик. Какие же там дожди? Что с Наташиным аккаунтом? А что с Наташиным аккаунтом? У тебя все в порядке с аккаунтом, Наташ? А что с Наташиным аккаунтом? Вроде все нормально. А что такое? Не можете подписаться или что? Еще какие, говорят, вон, дожди. Ну, слушайте, ну, дожди, это ничего страшного. Что-то такое вот. Еще и в Тулу поедем, Лева. Так. Как Захар Костоленко-Сьянка. Ваше отношение к тому, что Милена бросила Лешу и не пошла на проект? Никитка Барышев, приветульки. Я не могу найти ее в Инстаграм. Конечно. Зайдите ко мне в сториз и по ее ссылке перейдите к ней на аккаунт. Миллион у меня там сториз, и я ее отметила. Я считаю, что Милена хорошо зарабатывает за периметром. Она это поняла. Она поняла, что у нее сейчас все хорошо идет. И поэтому на проект она не вернулась. Но потом, если бы Леша ей сказал о том, что он ее безумно любит и хочет всего снова. Может быть, да. Но Милена вроде сказала, что она в какого-то другого влюбилась. Хотя я на нее подписана. Савкина Алена Фан. А. Савкина Алена Фан. Хотя я на нее подписана. Нет? Не знаю. Вот Наташа говорит, что все нормально. Сколько дней будете в Питере? Выходные. У меня нет. Выходные. Да, 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 да. Говорит, что все нормально, ребята. Не знаю. Какой ваш любимый герой на проекте? А мне много героев. Одна из моих любимец, Саша Чернова, Алена Оля Рапунцель. Это на ССЛ, а на доме 2. Настя Стацевят, я думаю. Захожу, а пишет, что аккаунт не найден. Я не знаю. Риту Ларченко на проект нужно. Если не захочет, заставьте. Вы же все можете. Короче, смотрите, ребят. Заставлять никого не буду, но... Хочу сказать, что это. Как его... Вы смотрите в следующий вторник шоу ББ. Короче, там будет много ответов. Я как будто либо как заблокировали, или я в ЧС, но я ничего плохого не цел. Так она ничего, никого не блокировала. Я не знаю. Может, у нее пока временный бан. Такое, знаете, бывает, что бан. Инстаграм на какое-то время там... Вылетают некоторые блогеры. Савина, фан. Может, вы... Да нет. Значит, нету ничего такого. Ребят, не пишите, не стращайте человека. Тра-та-та-ра-та-ташки. Тра-та-та-ра-та-та. Тра-та-та-ра-та-та. Но не о любви. В каком отеле грех на завтрак не пойти. каком как я люблю давайте с колонами ну пожалуйста я хочу в красивое местечко чтобы я ничего плохого я никогда не писала вообще никогда я говорю вам что при чем тут мы то это наверно богат сделал инстаграм а из парней случае ай кто вам из парней нравится на проекте хороший герой безус захарьяш захар соленко спасибо 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 параллельно музычку включу чтобы нам не было с вами грустно так татьяна давайте с кюту на проект вернем а папа кати против я думала думаю не буду это озвучивать а если мне 31 я нифига не худая возьмут на проект ты почему нет то черно взяли господи ничего если вы энергичная это энергичный тали друзья мои главное чтобы харизма харизма летела да 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 наташа нет но ребят татьяна вы мне так нравитесь что даже не могу из-за любимых героев как рапа не могу от вас отписаться но вот как этот рапа табор блин рапа табор можно любить но вы же меня любите причем тут араба я вообще в шоке фантики сяк такие тупые как их кумирша господи как это такого сленг прикольный просто я даже читаю обалдеваю но вот очень и харизма но все харизма отправляйте этот свой видео этой иной на дермаковой укладка огонь сами делал не мне делал стилист так ребят у вас здесь дискотека ага дискотек я просто включила мощку чтобы нам с вами было весело ну слушайте есть ограничение до 30 но если вы харизма нереальная вон степ 42 венц возвращает смотрите следующую пятницу шоу б.б. по билену по-женски понимаете что она все же решила зайти с бедусом не женщина огонь татьяна давайте девушка люблю так давайте марбин стороны кодилл отключайте так милену понимаю по-женски я считаю что зачем держаться за старый если впереди столько интересного нового где-то ее понимаю далеко глубине души понимаю ну не знаю у них там свои дела ребят где-то что могу сказать сейчас все ближе вот он спину ей дышит и просит потише тиши тиши вот такие желтенькие они просто самые более-менее вменяем они вонючие тиши тиши короче ребят вот прям задавайте вопросики ман ванна массаж на и ничего себе все у алены максима все прям серьезно максим мутный тип какой-то я работаю креативным продюсером шоу ордена против вузова ребят задействовали в аккаунт посмотрите а максим дымок все нормальные я немного курю просто сижу с вами долго никитушка тручин привет мой котенок помогли на ли оля сдавая я не знаю честный раз просить посмотрите шоу пятницу увидим зачем придет венц большой привет никитушка привет так ребят боже это для меня прям и как пойду хамам только не водится причем ночи ты как всегда на работе я сейчас уже домой поеду я потише сделала спасибо за комплименты некоторые когда один подписчик пишет можно музыку брать будете в тишине сидеть я не хочу мой эфир так ладно спокойной ночи вам люблю вас и сильно-сильно так я тоже вас люблю спокойной ночи так ребят кому не нравится мой аккаунт или я пожалуйста выходите и заходите к другим людям так короче как думать когда границу же откроется я не знаю ребят я не посол не президент и не премьер-министр простите у сестра зачем она поддерживает африкантову тв в том что она клянчит деньги у подписчиков за прямые эфиры дорогие друзья если вы неправильно понимаете мои комментарии это ваша головная боль я поддержала татьяну владимировну в том что она сказала что есть злые языки которые желают смерти моей дочери я написала правильно татьяна владимировна так держать при чем тут платные эфиры я что написала про платные эфиры вы мне нервы не мотайте там добрый вечерок мне сейчас не до вас смотри шведский стол вегетарианский завтрак слышали да безглютеновый особенно особенно легкий безглютеновый так все хоть куда уже не будет ребята татьяна давайте обсудим тему сестринская дружба у меня подруга с сестрой враги а мы со своей самые близкие люди хоть родители и там и там старались воспитывали только лучшее слушайте ну сестринская дружба это отдельная история это у каждого в семье как заведено как по-разному у всех по-разному ребят кто-то дружит со своими сестрами кто-то нет я считаю что обязательно нужно дружить потому что это ну две половины ну как бы как сказать родные души и родная кровь понимаете это это вообще никак нельзя но обходить стороной вообще как-то не общаться для меня это вообще очень странная история вот родные люди должны всегда поддерживать друг друга во всем вот когда люди не дружат для меня это очень странно я имею ввиду родные очень странно у вас вечер у меня вечер да у меня уже без 15 часа не вечер очень-очень уже поздно мы сейчас домой поедем вот это я понимаю сколько будет длиться конкурс свадьбы на миллион нет я здесь а сколько вы длить конкурс свадьбы на миллион до сентября ребят да в эфир все увидите узнаете лайки 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 господи иисусе так ребят а вы чё уже спать ложитесь да уже поздновато короче так вам скажу а конкурс очень интересный интересно кто в конкурсе победит покажите студию студию сейчас покажу сегодня что будете дома делать господи найду чем заниматься вы что друзья смотрите сегодня снимали конкурс свадьбы на миллион в нашей студии так и всегда собственно вам захар на это как герой в рамках шоу возможно так человек вы смогли бы с таким мужчину строить отношения я так не рассматриваю так героев я рассматриваю их исключительно как героев и как людей они как вторую половинку для себя я участников как вторую половинку для себя вообще не рассматриваю это не моя история здесь я на работе я не смешиваю работу и личную жизнь вот студия разобрана сейчас сейчас вот а завтра здесь уже все будет в боевой готовности как положено все сделают татьян какая марка в дом уходе вам нравится марка чего я вообще ну дома особо ничего не делаю потому что мне просто никогда я все время на работе короче захар янка топ они даже ругаются смешно их обожаю да я тоже так считаю прикольные ребята смотрите ребят короче говоря что касается дома я думаю вообще ничего не делаю потому что у меня как бы нет на это времени все на хочу к вам в команду нас команде все места заняты все работники на своих местах редакция все набранные потом у меня работают сотрудники которые проработали на федеральных каналах по 6 по 7 по 8 по 10 и более лет поэтому команду именно ко мне попасть практически невозможно некоторые ребята даже ждут время специальное ждут там если вдруг кто-то уйдет чтобы идти ко мне поэтому тут ничего не могу помочь есть конечно у меня машина тянут красотка вас всегда интересно слушать а по вашему мнению тройка лучших актеров современных и потом ведущих на современном тв значит актер хабенский цыганов мне нравится хабенский цыганов и последнее время петров мне нравится тоже сильно ведущие ольга скобеева мне нравится очень крутая лариса гузеева а вот и мне нравится еще как последнее время стала вести лера кудрявцева но смотрите если вы хотите чтобы я вообще рассказала вам о том как попасть на телевидение чего нужно начинать что нужно делать давайте я проведу отдельный эфир там условно говорят часов 10 спокойно чтобы все могли посмотреть вообще как из чего начинать на телевидении куда нужно идти чем нужно заниматься как нужно работать в общем все 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 про подробно если хотите я сделаю прям такой подробнейший прямой эфир потому что это время не 5 и не 10 минут нужно рассказывать этому нужно реально посвятить час сейчас уже поздно я кстати уже у меня была такая мысль как продюсирование рассказать про работу в редакции вообще про то как на телевидении с чем связана эта работа да я просто могу все 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 рассказать и тогда вы уже поэтому собственно греплана будете двигаться дальше да очень хочется послушать был бы супер давайте я это сделаю могу сделать завтра в 10 часов спасибо за ответ а вы давно на тверской самый первый проект ваш я давно на тв я уже на тв было 15 лет раньше я была в шоу-бизнесе пела потом поменяла сферу деятельностью просто два ваших образования одно из них связано с телевидением первый мой проект был на первом канале вообще проработал очень много на первом канале и не только на первом на различных каналах на матч тв и на нтв и на россии и на пятнице а первый мой был проект модный приговор покажите лучше когда как-нибудь как вы снимаете вы так я все время показываю stories снимаю я же не могу показать то что еще не было в эфире могу показать аппарат но этом студию перед тем как мы будем снимать а это могу сделать это без проблем вот на модном приговоре долго проработала вообще мой путь начинался с первого канала на первом канале проработала долго потом еще ушла потом вернулась была креативным продюсером шоу я подаю на развод с оксана пушкиной на модном приговоре проработала три с полной года я же вам говорю вы внимательно слушаете музыкальное образование первое а второе образование как раз таки первый профиль педагогика а второй профиль как раз был связан с телевидением то есть сценарный сценарист документальных фильмов и тв-шоу почему ольга сильно красится какая ольга а вот тут у нас такой огромный кран смотрите стоит огромный здесь декорации там у нас гримерный цех какая оля красится сильно я вас немножко не поняла какая оля так ребят ночь полночь уже поэтому давайте завтра я сделаю stories анонс своего прямого эфира в 10 часов выйду и поговорим с вами все о работе на тв продюсирование редакторская работа и все и все 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 что связано с телевидением ну по крайней мере то что знаю я потому что знаю я много начинал с самых низов могу проводить вообще тренинги я сохраню обязательно эфир завтра целую вас люблю хорошего вам вечера ночи и вообще пусть всегда и все у вас будет хорошо пока